Дональд Бисет В дыре, в стене, в комнате, в доме, в переулке, в городе, в стране, в мире, во вселенной жила-была мышка. И звали ее Элис. Как-то раз Элис лежала на перинке, ела сыр и наблюдала за пауком на потолке, который старался перепрыгнуть с одной балки на другую. Он висел на длинной нитке и изо всех сил раскачивался. Раз туда, два обратно, три туда и пац! Он набил себе здоровенную шишку о балку и пополз назад к паутине. Настроение у него испортилось. Он посидел, подумал и решил сделать последнюю попытку. На этот раз перепрыгнул. Когда Элис надоела наблюдать за пауком, она побежала в зоопарк к своему приятелю Бобу, кенгуру. Боб в этот день надел новые ботинки на каучуковой подошве, чтобы удобнее было прыгать. Когда появилась Элис, он как раз тренировался. — Смотри, как высоко я прыгаю! — сказал Боб и подпрыгнул. Высоко-высоко, даже выше ограды, а потом еще выше, выше домов, а потом еще выше, даже выше башен и колоколин. А потом, ну в эту минуту над ним пролетал самолет. И Боб со всего размаха — пац! — набил себе здоровенную шишку, столкнувшись о крыло самолета. — Ну и ну! — подумала Элис. — Прямо как паук головой обалку. Но Боб подпрыгнул еще раз, высоко-высоко, почти до самого солнца. А потом пошел к сторожу в зоопарк. И сторож сделал ему холодную примочку, чтобы шишка скорее прошла. После этого Элис и Боб вместе поужинали. А после ужина Элис вернулась домой и сделала холодную примочку пауку. — Вот это друг! — подумал паук. Он устроился поудобнее своей паутине и заснул. Редактор субтитров А.Семкин